Я открыла свой новый канал и он специально для вас! Называется он Мультик Сюм, так что переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь на него, там будет много различных прикольных историй, анимированных, которые вам наверняка понравятся, так что жду вас там! Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем смотреть видео под названием «5 клоунов-убийц в реальной жизни». Представляете? Мама дорогая, я боюсь клоунов-часо, боюсь я их! Они такие таинственные, непонятно, что там скрывается за маской, но сегодня мы с вами все посмотрим. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю и ни одного клоуна. Но если вы их не любите, если любите, то вы обязательно его встретите. Считаем! 3, 2, 1, 0! Все те, кто поставил лайки, удачи, отправляются к вам! Ооо, вот так вот просто! Пу-жу! Ва-магия! Валфобство! Ну все, начиная с вами решетом за клоунов-убийцей. Ну-ка, 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 ну-ка! Клоуны, они должны веселить и смешить. Ага. Но, видя их большинство детей, пугается и начинает плакать. В чем прикол, да? Клоунов в лицо и жуткая ухмылка заставляют нервничать даже взрослых. Да. Серьезная женщина и мужчина, не боящиеся спать, высунув ногу из-под одеяла, часто вздрагивают, увидев человека в костюме клоуна. Некоторым из них есть что вспомнить. Ну-ка. Кто-то посмотрел в детстве страшный фильм, из-за которого ему потом снялись кошмары. А других зловещий клоун испугал в реальной жизни. Сегодня я расскажу вам, почему от клоунов действительно стоит держаться подальше. А ну-ка, а ну-ка, это интересненько, почему? Эймон Карлок. Тревожно жить в мире, в котором человек, стоящий на страже закона и несущий свет в мир, в любой момент может перейти на темную сторону. Это произошло с Эймоном Карлоком, бывшим полицейским и священником. О боже, он же священник, клоун, полицейский. И все в раз, сколько он переменил масок, что еще ждать от него? Вообще, клоуном может стать какой-нибудь маньяк. Эймон, ему предъявили обвинение в непристойном интересе к ней совершеннолетней. Вот, я про это и говорю. Этот человек больше десяти лет выступал в костюме клоуна на детских мероприятиях. Клоун Куца. Вот так звали его дети, улыбаясь и смеясь во время выступления. Они даже не подозревали о том, какая тьма таится в душе веселого персонажа в ярком костюме. Вот я вам всегда говорю, вы знаете, какая психологическая ушкость, когда ты видишь человека, ты смотришь на него, он тебе улыбается, ты думаешь, что он хороший. Так самый-то прикол, что истинное зло всегда прячется за тем, что может тебя к себе расположить. Будьте внимательны. Иногда бывает так, что человек, который там может грубить или там не разговаривать, там вот это может быть гораздо честнее и чистее, добрее, чем тот, который... Ага, здорово, чё, у кого-то, классно выглядишь, Анна-на. Не верю никому. Клоуна Куца случайно. Когда он возвращался из поездки в детский приют на Филиппинах, полицейские обратились к нему с просьбой показать снимки, сделанные во время путешествий. Дело в том, что страна, которую посетил Карлок, была известна запрещенными видами туризма. На снимках с камер были раздетые мальчики. На фотографиях дети играли, принимали душ или просто сидели. Даже самые безобидные фотокарточки содержали оголенные части тела. Я сейчас тошню. В качестве оправдания Эймон Карлок заявил, что хотел заснять, в каком кошмаре живут дети, и что у них нет даже самой необходимой одежды. Да чтоб ты обосрался. Он был обречен с самого начала. Ведь совсем скоро несколько мальчиков из приюта признались, что мужчина трогал их, пока они спали. При обыске дома Карлока обнаружили 21 запрещенное видео с участием детей. После чего его сразу упрятали за решетку. А я бы его убила. Но злой клоун не дождался вынесения приговора, отправившись на тот свет через месяц после заточения. Как тебе и надо. Я не злая. Просто я считаю, что нельзя. Если ты чокнутый, иди и убейся сразу. Не надо делать зло. Не надо обижать беззащитных. Меня это прям бесит. Я хочу перебить всех, кто несправедливо обращается с людьми, животными и бабулями. Шейла Кин. Только представьте себе. Вы слышите стук в дверь и не спрашивая, кто там открываете ее. Я никогда так не делаю. На парке стоит клоун и направляет вам в лицо пистолет. О боже. Похоже на сцену из ужастика, правда? Правда. Но это не выдумка. История случилась в 1990 году в штате Флорида. Именно тогда в дом жительницы Веллингтона постучал незнакомец. Рыжий парик, красный нос, выбеленное лицо. Букет и воздушные шарики в руке. Неужели это оно? Марлин Уоррен вряд ли успела задуматься о том, как на ее пороге оказался оживший персонаж из книги Кин. О, тут офигеешь, правда. Флорида стрелил ей в лицо и скрылся с места преступления на машине. Марлин не стала через два дня. Полиция до последнего подозревала Шейлу Кин, женщину, с которой по слухам встречался Майкл Уоррен. Известно, что Шейлу увидели в супермаркете, когда она покупала цветы и шарики. А при обыске в доме Кин обнаружили волосы из клоунского парика. Но вину подозреваемой доказать не смогли. Как и связь между ней и мужем убитой. Поэтому через несколько лет расследование пришлось свернуть. Наверняка это дело бы покрылось пылью в архиве. Но в 2014 году полиция снова о нем вспомнила. Опросив свидетелей, полицейские узнали, что Майкл Уоррен тайно женился на Шейле Кин. К тому времени она не только взяла фамилию Уоррен, но и сменила имя на Дебби. Последователи отправили сохранившиеся улики на повторную экспертизу с применением более новых технологий. Тест показал, что тем самым веселым клоуном с букетом была Шейла Кин. Убийца клоун вышла замуж за теперь уже бывшего мужа своей жертвы. Боже! Она не об этом сам потерпевший, стоя с ней у алтаря. Чукнутая, по ней не скажешь! Джон Гейси. Это имя заставляет вздрогнуть. Считается, что этот человек стал прототипом для клоуна Пеннивайза. Хотя Шан Кинг не подтвердил данную информацию. Вы все помните, да, этого Пеннивайза? У меня от одного имени просто начинается вот такая вот мандражная фигня. А если он еще засмеется, то все, до свидания, я упаду в припадки. А! Первый срок Джон Гейси получил в 18 лет. Будущий маньяк был осужден на 10 лет за приставание к несовершеннолетним работникам Киэфси, в котором он тогда работал. Вот только заключенный не отсидел и двух лет его выпустили за примерное поведение. Вернувшись на свободу, парень решил начать с нуля. Он добился успеха, стал известным и очень уважаемым человеком, но долго не продержался. Начав подрабатывать детским аниматором, Джон сорвался с цепи. За образом забавного клоуна Погор, придуманного самим же Гейси, скрывалось отвратительное чудовище. Клоуну нравилось закрываться с мальчиками наедине. Получив желаемое, он убивал своих жертв и делал это с безумной жестокостью. Гейси разрывал останки на кусочки и, опьяненный признанием общества, не слишком старался где-нибудь их спрятать. Он нередко закапывал конечности в саду, но больше всего ему нравилось просто скидывать их в подвал. А подвал в доме жуткого клоуна был просто огромный. Исчезновение юного Роберта Писта, наконец, дало полицейским возможность осмотреть дом подозреваемого. Роберта видели вместе с Гейси. К тому же многие знали, что мальчик собирался устроиться к нему на работу. Наконец, получив ордер на обыск, полицейские сунулись в подвал и были в ужасе от увиденного. Мерзкая вонь разложения заставила их выбежать наружу. Всего в доме Гейси было найдено 29 тела. Еще четырех мальчиков он утопил в реке, потому что в его кошмарной сокровищнице уже не хватало места. В 1980 году Джона Гейси приговорили к введению смертельной инъекции. Но укол ему сделали лишь через 14 лет. Клоун Пого долго притворялся чокнутым, чтобы избежать наказания. Я очень рада, что они ему сделали эту инъекцию, потому что, посмотрите на него, вроде обычный мужик, которого встретишь вот везде, вот в пол-России вот таких вот обычных мужиков. И непонятно, что у них там в уме. Я всегда говорю, береги себя всегда. Опасайся каждого, кто к тебе подходит, потому что люди больные, ублюдки. Правда. Норгемтомский клоун. Внутренний страх перед клоунами не отступает, даже когда видишь самого безобидного из них. Все же есть в них что-то зловещее? Как вы считаете? Есть! Пишите в комментариях. Именно так случилось с жителями Нортгемптона. В 2013 году на улочках британского городка стал появляться клоун. Он не делал ничего плохого и никого не преследовал. Если, конечно, не говорить о его страшных зубах, напоминающих острые клыки зверя. Клоун просто неожиданно появлялся на улице и стоял, держа в руке шарики. Ой, жуть! Честные жители забеспокоились. Никто не знал, зачем этот странный персонаж бродит по улицам. Это пугало. Жители Нортгемптона настолько беспокоились за себя и близких, что сами стали следить за клоуном. А новые достопримечательности Нортгемптона быстро узнали другие города и страны. Все из-за того, что испугавшиеся за свои жизни люди завели в Фейсбуке группу, в которой делились информацией о том, где они в последний раз видели этого жуткого клоуна. Подключили даже твиттер. Специальный фиштек помогал отслеживать последние новости, связанные с этим таинственным, молчаливым персонажем. Вслед за клоуном... Нет, ну ты представь, ты идешь по улице и там стоит клоун с шариком. Ну что может быть, я не знаю, даже мне кажется монстр какой-нибудь не показался бы таким опасным, как клоун. Почему психологически мы их боимся? Потому что мы не знаем, кто там скрывается. А монстра ты видишь сразу, а тут вроде клоун. Он радость, он счастье, веселье, смех, шутки. Но в то же время и старая сторона это клоунство вот этого вот всего. И вот поэтому так страшно. У Нордгемптона появился еще один любитель костюмов. Человек в костюме супергероя сообщил, что его зовут Борис и назвал себя официальным лицом клоуна. Клокэштый клоун, очевидно вдохновившийся Пеннивайзом, продолжал бродить по улицам Нордгемптона. Он сообщил, что хочет, чтобы его заметили и поймали. В результате клоун добился своего. Стал настолько знаменитым, что даже обрел персонального врага. Гарри Глиттер. Клоуны пугают, и все же некоторым из них удалось завоевать любовь в публике. На Джокера похож. Не только книжному Пеннивайзу, но и его конкуренту из комиксов Джокера. Я же говорил! Многие знают этого персонажа по мультфильмам, про Бэтмена, но Джокер появился гораздо раньше. Первый комикс с его участием вышел в 1940 году. А в 2019 мир увидел фильм про Джокера, главного героя в котором сыграл Хоакин Феникс. Мрачная кинолента вызвала массовые волнения. Часть зрителей не оценила этот фильм. Ведь его сделали не покануне. Кстати, а как вам этот фильм? Вы его смотрели? Но еще больше недовольства вызвало то, что в нем была использована песня Гарри Глиттера. Музыканта, осужденного за наказуемый законом интерес к детским телам. Достали уже, придурки-ваньцы. Это была самая песня, звучавшая в момент, когда Джокер танцевал на лестнице. Помните его? Да. Син Гарри Глиттер никогда не переодевался в клоуна. Но его несколько раз осудили за приставание. И тень автора песни частично упала на персонажа фильма. За что зрители не взлюбили его еще больше. По закону, как автор песни Гарри Глиттер должен был получить разовую выплату за использование композиции. Процент с проката фильма и даже часть денег, полученных с продажи дисков. Вот почему по интернету начали распространяться призывы не идти в кинотеатр, чтобы не набивать деньгами кошелек человека, жестоко отобравшего детство у юных девочек. В этот раз главным злодеем оказался не злобный клоун. Но в итоге именно ему пришлось за все отдуваться. Расскажите, а вы боитесь клоуна? Фу, мерзкие ублюдки. Ненавижу и всех. У меня остался осадок из-за этого видео. Зачем я его посмотрела, ребята? Фу, если еще хотите услышать о каких-нибудь персонажах в реальной жизни, то ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал. Надеюсь, больше я такого не увижу. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok